здравствуйте всем привет с берегов долгой не думаю что окажусь именно здесь напротив меня находится терминал контейнеров грузится два судна ехал как говорится на один берег оказался совершенно другом но тем не менее это делает интереснее даже поездку на предыстория такая как я здесь учтился я ехал вообще на море в уздвинск долга говорила час называется на те пляже проехать хотел по пляжу искупаться и для этого скажем так я поленился и сел в третий автобус третий автобус соединяет сейчас микрорайон плявники и болдырай села на конечной дабы не мешать пассажирам никого не тревожить потому что ехал я с велосипедом понятное дело но сейчас новых солярисах такая проблема ну как проблема на может и не проблема для того кто перевозит велосипед это проблема велосипед стать у нас можно в автобусах перевозить это не запрещается очень там стоит такая стойка посередине разделяют инвалидов и те кто детьми с колясками и в общем эта стойка она всем мешает на самом деле без нее в цели старых солярисах пространство намного больше и даже может быть я сегодня поместился бы и с колясочником и с инвалидом дело в том что конечно же в этот автобус залез заехал вернее инвалид ничего там плохого нету я ожидал что так будет и приготовился даже что может быть мне придется выйти но мы как-то с этим инвалидом разместились я конечно немножко дискомфорт причинял пассажирам но нормально никто не жаловался но потом заехал колясками соответственно надо было выйти вышел дождался следующего автобуса следующий автобус был битком набитый людей людьми и конечно же я в него не поместился за ним смотрю едет пустой автобус на волере я нахожусь в волере автобус сейчас уже уехал и вот как раз в нем этой стойки и нету ну да ладно что ты я очень много про стойку про автобусы давайте беру с собой поездим сейчас в булдерай от этого может быть даже прогулка и интереснее будет двигаемся это самая окраина волере центр волере в той стороне слева тому же с вами гуляли ну из волере я выехал нормально вот здесь переезд железнодорожный мост вернее и дорога на болдырай как видите она без тротуара придется совет соседствовать с грузовиками что я не люблю ну здравствуй болдырая люди фотографируются на фоне этой надписи как будто голливуд правильно дорога конечно не очень приятная вообще когда ее наконец переделают даже было одно время собирали подписи хотя бы просто элементарное освещение поставить на этой трассе которая соединяет болдыра и ригу эти постоянные лесовозы которые везут вот здесь у нас латвия с фенерис кронспантом называется еще второе производство бесконечный поток и тебя просто сносит ветром это я маленький кусочек проехал а если ехать из риги по этой дороге то это вообще ужас она совершенно конечно не для велосипедистов да и для не автомобилистов с этим потоком могли бы уже там сделать широкую дорогу все жалую жалуюсь да на наши дороги так наверно сам был дыра я заезжать не буду поеду прямо как там с тротуаром будет обстоять дело центр направо а мы едем прямо тротуар есть отлично что нас встречает река булипа красавец мост или красавец вот видите виднеется православный собор церковь совершенно новый ну как совершенно лет пять наверно назад построили если не меньше а этот мост когда-то служил и воротами в уздвинск и для автомобилей не только для поездов не было этого моста автомобили по он в реверском порядке передвигались одновременно вместе и и с поездами по булдыра и да я гулял кто-то меня спрашивал что я не затронул эту часть весь булдыра конечно не затронул по нему можно еще гулять давайте тогда я поеду наверное по этой части подъедем к церкви можно туда зайти сегодня работать ли она и под пляж там лебеди по-моему около этих 12 этажик плавают вперед а что еще к слову сказать здесь как раз заканчивается велосипедная дорожка которая соединяет микрорайон иммонта и болдырай новая совершенно открыта в этом году она пролегает вдоль старого болдырайского шоссе если бы сегодня волгусемс я не дождался бы автобуса который меня взял то я поехал бы по этой велодорожке но я ленивый автобус меня принял на мою радость я еду уже здесь не по велодорожке а по дорогам уздвинска болдыра и создается впечатление что церковь будет закрыта я все-таки не в те двери иду наверное вход с другой стороны да здесь открыта дверь ну зайдем и чё это я подумал что с боковых дверей центральный вход нет он странных вот какой красивый да да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Поезда пока не пустили и разговоров об этом тоже не слышно... Продолжение следует... 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 военные самолеты аж две штуки это на удивление они тихо летят но рядом друг с дружкой совсем рядом тут кстати в советское время располагались военные эта часть какая-то была закрыта там дальше проеду по такой как бы дороге она сразу же напомнит те советские наверное военные дороги не переделали ее так очистные сооружения в общем все отходы жизнедеятельности человека которые этот человек делает в риге и ближайших районах поступают именно сюда здесь их перерабатывают уж не знаю как даже было бы интересно этим процессом посмотреть когда ты читал статью сколько много всего вылавливают там в этих канализационных водах там наверное какой-то сида стоит и часы и драгоценности и еще что-то и еще что-то началось это строительство по моему 77 году и закончилось только в девяносто первом представьте как долго строили мне интересно до этого времени пока все это не заработало куда это г выбрасывали выходила уходила где они находились старые очистные сооружения или просто в речку сбрасывали строили зэки вернее участвовали в строительстве зэки шкиратовской тюрьмы как источники в интернете говорят все стоки уже очищенные сбрасываются в море на расстоянии два с половиной километра там нас море пляж выходит труба и там все это сбрасывается в залив но по нормам евросоюза эти стоки оказались грязными и по-моему до сих пор или уже сделали они что-то переделывают чтобы еще более более очистить сточные воды риги что вот когда купаетесь булдыраем имейте ввиду что может что-то что не отфильтровалась мимо вас проплыть небольшая парковка и как раз о том что я говорил о чем я говорил о дороге военный это уже не военный самолет а Ryanair идет на посадку пройдем по этой дороге доеду до пляжа посмотрю если песок будет нормальный то можете по пляжу поеду если нет то там дальше на пляж выйду там точно же по пляжу поеду вот это бетонка военная по-моему что курсировала по этой бетонке у меня друг здесь имел огород он рассказывал что советское время от большие машины с ракетами пересекали там гражданские дороги явно по этой дороге они выезжали к пляжу территория которого была в каком-то месте закрыта туда гражданских не пускали не в каком-то сейчас я подъеду и покажу где она закрыта была наверняка что-то еще осталось от военных здесь она в конце не доходя до пляжа имеет значительное расширение эту ракету наверное здесь и устанавливали все мои предположения а настила здесь нет ну что там по песку надо очень долго топать в том что на море я смотрю еще далеко что тут метров наверное 150 200 топать надо по такому песку море сон тихо не волнуется ветра нет вообще сейчас лягу и никуда дальше не поеду нет у меня цель доехать все-таки до устья лелопы и там уже можно полежать искупаться сейчас решу будем решать ехать мне по пляжу позволят мне пляж или ехать не все-таки по нормальному асфальту и уже там на большой автостоянке свернуть на пляж советских военных помню ничего не осталось все заросло и это плечи территория пляжа там знаю километр 2 было полом перекрыта дальше если я не ошибаюсь было открыто а потом опять военные и опять закрыта ну что уж в принципе ехать более-менее можно но я наверное все таки не поеду там скопление людей я доеду до туда по асфальту а почему потому что я хочу еще лакар булли вообще булли разделена на ритбулли его карбулли ритбулли это ближе к речке а вакар булли это ближе к морю заехать посмотреть на заброшенный лагерь его территория я гулял по ней лет семь назад сохранилось хорошее состояние там сцена вообще как 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 нового я сказал бы построена проеду посмотрю как там люди живут асфальтированной дороге а потом уже вернемся на море и поедем да как я говорил до устья левопа не люблю возвращаться а еще тем более по такому песку и тянут велосипед когда так жарит солнце жарко весь мокрый то какое будет опять удовольствие когда я достигну своей цели и войду купаться почему здесь настила нет стоянку автомобильную сделали такой кусочек по бетонке эти ну ладно это нормально но здесь по песку этому шагать еще то удовольствие не советую лучше проехать дальше на большую автостоянку все застраивается современными дачами но есть еще пустые места на удивление место действительно неплохое здесь было много таких красивых старых дач она осталась на него самая красивая пару красавиц стояла двухэтажных их наверное уже снесли а магазин знаменитая остановка магазину вайклс работает ли магазин почему она знаменитый потому что здесь много рыбаков рыбачила на булюку и в магазину по 100 грамм нет магазина дома 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 да и рыбаков нет зарастает берег сделали себе приватные понтоны поставили со сходом в речку чтобы искупаться закрытые на замок 1 2 но вот и территория лагеря на удивление ее еще не застроили недолго осталось он рядом все строят 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 ну вот так а что нельзя нельзя снимать ну как видите проезжал мимо охранник и запретил снимать но мы с ним разговорились такой на самом деле потому что очень дорого нету таких денег видимо у людей купить и мое заблуждение я был в полной уверенности что это пионерский лагерь и он кстати там эстрада виднеется среди деревьев это оказывается не пионерский лагерь реабилитационный центр для подводников в общем до подводники проходили реабилитацию отдыхали после до до дальних походов и так как на подводных лодках радиация как он мне сказал что здесь даже разрабатывались или отрабатывались скорее всего разрабатываться где здесь нет такого таких этих площадей чтобы разрабатывать в общем отрабатывали на этих подводниках экспериментировали можно так сказать лекарства против радиации чтобы на подводных лодках служилось легче да был дырай же стояли подводные лодки но они же не атомные были они в дизельные были не знаю правда ли миф но с человеком поговорил мне рассказал очень даже познавательно и интересно было с ним поговорить начале он был грозный а потом стал добрым кстати почему снимать нельзя он мне так не ответил у него такое распоряжение начальство сказало нельзя значит нельзя ох смотровую вышку спилили это было по моему для лесничего как большая большая здоровенная вышка выше деревьев макушек можно было лесничему наблюдать за пожарами за тем что происходит в лесах булю но наверное молодежь туда лезла может быть даже несчастных случаев были поэтому спилили все двигаемся на пляж скоро будем купаться вот и большая стоянка такая большая что здесь никогда нет мест всегда проблема припарковать машину люди в ожидании вот как ожидает кто выйдет с пляжей поедет домой зато здесь сразу море не надо идти ни по какой бетонке не по песку этому зубочему здесь наилучший вариант подъехать на машине да и автобус рядом остановку пройти чуть-чуть кормят тоже здесь 4 киоска и не только картошка еще и полноценное кафе прямо на пляже но сейчас проходим из песка на каких скоростях мы поедем вообще деревянный настил прямо прямо до самой воды доходит это хорошо тем тем как раз касса что касается инвалидов можно на инвалидной коляске подъехать очень близко и свадьба приехала на море фотки сделать песок нормально ну и конечно же как же без нудистов тут у них конечно небольшая территория но людей хватает в голенькие все воду заходит так что не только в отсеке еще и в более есть на диске пляж приезжаю к своей цели как здесь размыло дзюмные зоны штормами и купаться лелопа пусть и здесь довольно мелко и каждые два-три года нагоняют нагоняют пригоняют всем снаряд который копает специальное углубление не знаю как фарватер назвать наверное фарватер чтобы заходили яхты какие-то мелкие корабли в лелопа и в булепа если мне этот зем снаряд то вот море сюда нагоняет и речка нагоняет ила они соединяются это все моя теория не знаю правда это на самом деле не так ну короче можно было бы пешком дойти до лелопа взял бы так велосипед руки дошел бы уже там сел бы на электричку никаких проблем с автобусами не было бы насколько надо будет не идти чтобы хотя бы мне было по грудь здесь как таковых мили нет здесь просто мелко очень очень долго долго мелко потом раз и глубина здесь даже когда рыба идет на нерест весной заходят рыбаки стоят прямо в воде и вот в этом углублении в этом канале так называемом фарватере ловит рыбу прямо с воды прямо даже мне захотелось дойти до этого углубление лелопа потому что я иду мне пока сейчас все еще по колено глубина где этот такой обрыв ты необычное чувство когда ты стоишь в устье реки прям посередине мне чуть выше колена глубина и вот только здесь начинается уже углубление до тех бойков я вряд ли дойду но ощущение потрясно конечно как далеко от своего берега отошел там у меня вещи остались здесь людей не так много будем рассчитывать на добросовестных граждан которые не будут лезть в рюкзак в карманы ты девушь идешь и так как вообще дайте могу чтоб не уже было хотя бы по грудь возвращаюсь я ну условно скажем залив глубина падает теперь не точно по колено и на каком отдалении от берега нахожусь это здесь не 1 2 3 миль густья 1 сплошная миль сейчас до горизонта дойду так как фирме бриллиантовая рука мальчик шел шел миронов опущен посчитал святым вот и я так иду 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 до кораблей дойду передам привет суши не знаю как закончится этот эксперимент я все иду иду и уже страшно берег где-то там а мне все вот смотрите папа по пояс вода по пояс ладно все окунаюсь я действительно могу тогда корабля дайте очень далеко и беспокоюсь за свои вещи и уже видимость моего велосипеда так себе если еще дальше иду я вообще его не а а и и и и и и и и на пляже растет гриб экзотика экзотика еще заключается в том что вот видите эти муравьишки здесь дохренища они они везде даже ближе к воде я думаю же постилку может ближе к воде поднести они тут ползают жили бы мирно ползали бы по песку так они залезают на ноги и кусаются это доставляет определенный дискомфорт море конечно постаралась изменила береговую линию придется через лес ехать по берегу булли по по крайней мере здесь не пройти не проехать все покидаю берег надо успеть на автобус они не так часто ходят попасть на автобус успеть это уже наверное 16 до уехал автобус в общем я не понимаю политику то у нас леса вырубают то вот эти поваренные деревья здесь лежат уже наверное не знаю сколько ну судя по тому что покорение ска раз пришлись уже год лежат никто их не вывозит не тропинку не вырубает море за них я опоздал на автобус моя вина есть у меня поломка случилась там небольшая на велосипеде задержался следующий следующий будет был дыра и поеду я до болдыра и обратно хотел сократить время 36 проехать она поет до троечки до конечной на велосипеде благо не пешком час следующего автобуса я ждать нечто квест получается еще кажется 30 автобус едет помимо 36 и и вот он не обогнал я его догоняю на остановке а он уезжает уже третья остановка ладно хер сниму уже доеду как говорится хватит лениться полежал на пляже давай отрабатывай калории ну блин мы прямо нос в нос с ними шли благо здесь зона 30 км в час и только я подъезжаю он еще аж обидно стало все ладно снижаем темп спокойно дает до болдыра его дороги поровнее я точно его догнал и даже перегнал бы здесь все в ямах вся обочина и сейчас отдыхающие уезжают с моря и только по обочине а тут не разгонишься ладно знаете когда настраиваешь себя на автобусе в очень с комфортом появишься нормально и тут он уезжает немножко настроение портится а с другой стороны он взбодрился 7 километров 15 минут и конечно третьего главное чтоб эксцессов не было автобусе я уже доехал спокойно до плявники посмотрим как говорится приключения только начинаются с автобусом этот автобус который стоит он должен ехать только через полчаса автобус который должен был приехать не приехал и представляет сколько сейчас людей набьется то есть автобус ходит раз там условно в 25 минут наверное я до центра не доеду с этим потоком посмотрим в этом автобусе никаких происшествий не было добрался без проблем ну к слову сказать модель автобуса старше там хватало места всем и мне и коляска заходила и этим пассажирам которые набились в автобус так как предыдущего не было ну что ж спасибо что погуляли прогулялись со мной выражаю благодарность жульетте за поддержку канала и если понравилось не забывайте поставьте лайк если первый раз на этом канале подписывайтесь будем гулять вместе всем пока пока до новых встреч